МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дома, привет! Привет, Дана! Где Хеток? Я никак не могу его найти. Хеток в Москве. Да. Мы с тобой в студии телеканала «Оссетия», а Хеток в студии Останкина сейчас. Продолжает обучение. Хорошо, что ты прилететь успела. А то я вас скоро совсем, мне кажется, потеряю. Кстати, с приездом тебя и с победой в конкурсе. Спасибо. Расскажи, как все прошло. Великолепно. Театральный конкурс «Золотое сечение» это настоящий трамплин для будущих артистов. Фестиваль проходил в институте имени Бориса Щукина. Участники приехали со всех уголков России. Было так волнительно. Ну, первое место в таком масштабном фестивале дорогого стоит, конечно. Но я уверена, что это не предел для тебя. И ты продолжишь расти, развиваться в этом направлении. Разумеется, буду развиваться. И статус отличницы в школе удерживать. Вдруг лет через пять я захочу стать врачом, не химиком. Все может быть, конечно. Жизнь не предсказуемая. Жизнь не предсказуемая. Жизнь не предсказуемая крутые повороты. Это правда. Все может случиться. А ты знаешь, что сегодня Международный день науки, если говорить о школе, о науке. И я, кстати, предлагаю тебе сегодня поговорить о ее значимости. Поддерживаю. Добрый день, друзья. В эфире «Классный час». Сегодня говорим о значении науки в нашей жизни. День Дарвина Если ты очень любознательный, но порой твои вопросы загоняют окружающих в тупик, участвуй в нашей рубрике «Вопрос на засыпку». Присылай видео с вопросом в директ нашего Инстаграма. Юные эксперты помогут во всем разобраться прямо в эфире. Сегодня на ваши вопросы ответят ученики 1-го А-класса математического лицея. Привет. Меня зовут Тамара. Мне 11 лет. И мне очень интересно, как насекомые ползают по стенам. Хотелось бы и нам ползать по стенам, как это делают насекомые. Попробуем разгадать их тайну. Если посмотреть на лапки мухи через лупу, то можно увидеть маленькие коготки. Этими коготками муха цепляется за мельчайшие шероховатости на стене, как скалолаз забираешься по выступам. Но даже самый лучший скалолаз не удерживается на горе, вверх ногами. А у насекомых это получается довольно просто. Во-первых, помимо коготков у насекомых есть мельчайшие выросты, как микрощетка на лапках. Такая щетка обеспечивает хорошее сцепление. Во-вторых, в лапках мухи есть специальные желуды, которые вырабатывают клейкое вещество. Поэтому насекомые оставляют следы после себя. Тома, ты знаешь, сколько лет самому молодому ученому в России? Ну, лет 35. Не угадала. Ему всего 27 лет. А он уже доктор физико-математических наук. Это Азаур Али Султанов из Дагестана. Интересно, а с какого возраста он стал заниматься наукой? И можно ли с детства начинать воспитывать будущего ученого? Ну, я думаю, что этот вопрос можно смело адресовать нашим гостям. Ответ точно знают. Руководитель Центра дополнительного образования Тесла Заира Сугарова, педагог ментальной арифметики Дана Абонокова, и также они пришли с учениками нашими прекрасными, Ренат Гоглоев у нас в студии и Амир Тавасиев. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам для начала вкратце, что же из себя представляет Центр Тесла? Центр дополнительного образования Тесла. У нас обучаются детки от 3 до 14 лет. Естественно, это разные дисциплины и разные группы. Основное направление нашей школы – это ментальная арифметика, и, наверное, уже на второй план у нас выходит подготовка к школе. На ментальную арифметику мы принимаем ребят минимум от 5,5 лет и, соответственно, до 14 лет. Группы формируем по возрастам. Это как раз тот возраст, когда мозг ребёнка максимально пластичный, и тот возраст, когда можно начинать заниматься наукой, скажем так, полюбить цифры. А насколько легко дети вовлекаются в науку? Ну, на самом деле, программа таким образом построена, что мы идём от самого простого к сложному. Получиться это может у любого ребёнка. Любой ребёнок может научиться. Это я сейчас говорю о ментальной арифметике. Это, как, знаете, езда на велосипеде. Научатся все, но просто кто-то будет это делать лучше, кто-то хуже, кто-то быстрее, кто-то медленнее. Вот поэтому научиться может любой ребёнок. А мне очень интересно узнать, как ментальная арифметика помогает ребёнку в обычной жизни? Ну, во-первых, ребятам гораздо легче учиться в школе по математике. Им, в принципе, всё даётся гораздо легче уже. Потому что ментальная арифметика – это своего рода такой тренажёр для головного мозга. То есть он становится, грубо говоря, такой прокаченный. То есть у них улучшается память, визуальная память, у них улучшается воображение, у них скорость мышления уже становится другая. Ну и, соответственно, элементарно они стихи учат. Пару раз могут прочитать стихотворение, они его уже знают, они его уже помнят. То есть я так понимаю, что у детей в вашем центре мозг пробуждается, да? Просыпается, начинает активно работать. Математика – это основной инструмент развития в нашей школе. Так как математика является царицей наук, даже наша программа для малышей от трёх лет. В основу этой программы мы взяли математику. Мы стараемся влюбить ребят в математику с самого детства, в таком игровом формате, в игровой форме. Прививаем любовь к учёбе через математику. Интересно. А какие существуют такие интересные упражнения в игровой форме, которые могут увлечь детей? Вот давайте с педагогом поговорим. Как с детьми общаетесь? Вы легко находите контакт? Ну, если честно, то да. С детьми, мне кажется, излишняя строгость ни к чему. Чем больше они тебе доверяют, тем легче с ними бывает провести урок и, в принципе, общаться. А сколько человек бывает в группе? От шести до двенадцати человек. А если, например, в группе все дети дисциплинированные сидят, слушают, всем интересно, а вот кто-то спит или скучает, или дурака валяет, что делать? У нас на уроке такое редко бывает. Правда? Да. В основном многие дети увлекаются вот с самых первых уроков, и не бывает скучно, не бывает такого, чтобы они отвлекались. А давайте мы у детей спросим, скучное бывает или нет? Ренат, тебе скучно бывает на уроках математики? Нет? Весело? Внимательно слушаешь педагогов? Да. Да? Ты, наверное, отличник. А как вы оценки выставляете? Какая там оценочная система? Такая же, как в школе? Нет, у нас нет оценочной системы. Знаете, как наша программа строится, не так, что ребята соревнуются друг с другом. Естественно, соревновательный момент имеет место быть, он присутствует, так как это групповые занятия. Но, в принципе, основной вот этот соревновательный момент – это сделать сейчас лучше, чем ты сделал только что. Там предыдущий пример. Решить следующее чуть быстрее, хотя бы на полсекунды. То есть быть лучше самого себя. Да, то есть ребенок соревнуется сам с собой. Ну, а каким образом вы фиксируете какие-то победы, достижения детей? То есть оценок у вас не бывает, как я поняла? Оценок у нас нет, да. Ну, какие-то уровни они проходят? Ментальная арифметика, она изначально состоит из уровней. Их 10. 10 уровней. Каждый уровень длится 3-4 месяца. И в конце каждого уровня ребята сдают тест. То есть пройдя этот тест, они получают сертификат. Сертификат об окончании этого уровня. Сертификаты у нас, кстати, международные. Так как мы являемся официальными представителями Международной академии ментальной арифметики ЮСИМАС в Северной и в Южной Осетии. И ребята получают сертификаты. То есть если они переедут жить в какую-то другую страну, они могут продолжить обучение в одной из школ, которые входят в сеть ЮСИМАС. То есть центр у нас называется Тесла. А именно ментальная арифметика – это программа ЮСИМАС. Она международная. В большом количестве стран есть эта программа. И ребята могут продолжить обучение на том же уровне, скажем так. Предоставив сертификаты об окончании. Предоставив сертификаты, да, конечно. Предоставив сертификаты. Давайте коснемся немного темы скорочтения. Я думаю, нашим зрителям будет интересно узнать, чем помогает скорочтение. У нас это больше техника чтения, переход от слогового чтения, правильная постановка дыхания. Ребята, помимо того, что читают, они выполняют много заданий на логику, на внимательность. Какие-то буквы ищут, слоги ищут. То есть это больше как постановка правильной техники чтения и переход от слогового чтения. То есть это, получается, тоже работа, направленная на максимальное развитие мозга, работы мозга, да? И техника чтения, она, суть в чем заключается? То есть вы стараетесь максимально охватить большое количество слов? Ну, вообще, это переход от слогового чтения, получается, чтобы они целиком слова читали. Потом у нас всего две части работы. Первая часть — переход от слогового, и вторая часть — это понимание текста, чтобы они могли понять прочитанный текст. Да, то есть мы работаем также с пересказами, с осмысленным чтением. Не просто, чтобы ребенок прочитал набор слов и не понимал, о чем он прочитал. То есть мы обязательно... То есть это такое поэтапное обучение, скажем так. Оно длится 3-4 месяца. Почему 3-4? Потому что, опять же, мы не подгоняем ребят друг по другу, мы прорабатываем с каждым ребенком индивидуально. Группа у нас маленькая, до 8 человек максимум по скорочтению. И ребята переходят сначала от слогового чтения к обычному чтению, и дальше уже идет проработка текста. Насколько они его поняли, насколько они могут его пересказать. Главное — понимать, что ты прочитал осознанное чтение. Давайте вернемся к нашим ребятам. Давайте. Амир, расскажи нам, пожалуйста, а то они вот так скромно сидят, молчат, а сами-то все знают. Все знают. Да. Сколько занимаешься в школе Тесла? Уже один год. Целый год. И что ты за это время успел узнать? Ты чувствуешь разницу? Стал гораздо быстрее считать, что поменялось? Я получаю хорошие оценки по математике и по всем предметам. Сколько нужно раз прочитать тебе, например, стихотворение, чтобы его запомнить? Три-пять раз. Ну, это здорово. Наверное, если большое стихотворение, большой объем. Да? Быстро запоминаешь. Ренат, а ты нам что расскажешь? Сколько уже занимаешься по Теслу? Года два. Два года? Да. Нравится тебе? Да. А с кем подружился за это время? Много детей было, но все уже либо не ходят, либо уже на другом уровне. На другой уровень перешли, а ты на том же. Обогнали тебя. А с Амиром общаешься? Дружите вы? Или только вот на программе увиделись? На программе. На программе. Это разные группы. На разных уровнях. Да, они занимаются в разных группах, это разные уровни. На самом деле, ребята у нас пришли вот не с пустыми руками, а не с кубками пришли. Ренат у нас чемпион России в 2020 году. Он выиграл первое место, да, было больше... Вот даже не помню, сколько человек 500, наверное, участников было. И вот Ренат у нас первое место забрал. Да, вот сидит скромно. Вот представляешь, Рената, мы даже и не знали, что ты первое место занял. Ты был рад? Расскажи, тебе понравилось? Да. Амир у нас тоже ездил на чемпионат России, и Ренат ездил на чемпионат России. В 2021 году чемпионат у нас состоялся в Санкт-Петербурге. Впервые в Санкт-Петербурге мы были. Кстати, наш чемпионат был приурочен к Евразийскому женскому форуму. Он проходил у нас на базе Евразийского женского форума при поддержке Совета Федерации. Это был очень масштабный чемпионат. Это, в принципе, такой масштабный российский проект. Ребята там заняли. Скажите, кто какое место занял у нас на чемпионате в Питере? Третий. А ты? Третий. Это очень достойные результаты, да, учитывая масштабы конкурса. Да, масштабы были большие. То есть ребята у нас не поместились даже в одном зале. Нам пришлось сделать разбивку на два зала. В Санкт-Петербургском университете проходил чемпионат. А как проходят вот такие чемпионаты? То есть дети садятся, им дают какое-то определенное задание, и они на скорость считают? Чемпионаты по ментальной арифметике проходят в трех направлениях. Это флэш. Это, может быть, видели, когда на экране телевизора быстро цифры мигают. Да, да, да. Это вот одна категория. Это категория флэш. Также есть категория слух. Это когда ребенок не видит пример перед собой, он просто воспринимает его на слух. И также есть визуальная категория. Это когда перед ребятами кладутся два листа, и на одном листе 100 примеров, на другом листе 100 примеров абсолютно разные сложности. И на решение этих примеров дается 8 минут. Соответственно, считается, что 200... Космос, как это? Считается, что 200 примеров невозможно решить, но ребята очень быстро решают. Изначально задача была решить 100 примеров, но так как ребята справлялись с этой задачей очень быстро, организаторы перерешли уже на 200 примеров. Скоро перейдут на 300. Да, кстати, это возможно, так как ученик нашей школы, он уже выпускник нашей школы и, в принципе, ментальной арифметики. Он решал 200 примеров за 7 минут, и еще минута у него сковалась на проверку всех решенных примеров. Ничего себе! Кстати, вот тоже интересно, а какие перспективы, например, перед выпускниками вашими открываются? Куда потом? Вы отслеживаете вообще судьбу ребят, которые заканчивают в нашей школе? Ну, у нас всего было два выпуска, это пока очень мало, то есть не все доходят до 10 уровня. Кто-то может дойти до 6, до 7, до 3 и выпуститься. После каждого уровня, в принципе, можно уже получить свой сертификат и жить дальше без ментальной арифметики. Но, в принципе, ментальная арифметика – это такая хорошая база для дальнейшего развития в каких-то там физико-математических сферах. В любых сферах, где нужна математика. Да, в IT-технологиях – это такая хорошая база, скажем так. Насколько я знаю, вы сейчас называетесь «Центром». Расскажите о своих планах. Да, мы на сегодняшний день называемся «Центром дополнительного образования Тесла». Официально занимаемся образовательной деятельностью, скажем так. Но у нас в планах расширяться, и я планирую открывать частную школу, тоже под нашим брендом, под нашим названием. Это, наверное, из ближайших перспектив. Частная школа, которая будет готовить к среднеобщеобразовательной школе. То есть это будет началка. А, начальные классы с первого по четвертый класс пока. Получается, что в этой школе дети будут проходить не только ментальную арифметику и скорочтение, но и все остальные дисциплины. Да, вся школьная база. Мы вам желаем, конечно, успехов и реализации ваших планов и идей. И, Дан, вот очень интересно узнать. Я так поняла из того, что сказали вы, Заира, да, что в конкурсе были разные условия для конкурсантов созданы. То есть дети сначала решали примеры, воспринимая их на слух. Потом визуально, да, видели цифры и таким образом высчитывали. И флэш. Да, то есть дети воспринимают информацию абсолютно по-разному. Как вы это определяете и как работаете с разными... Урок длится два часа, но мы успеваем охватить все три категории и флэш, и визуалку, и на слух. Мы стараемся каждые 15-20 минут осуществлять смену деятельности, чтобы охватить все три категории. А бывает понятно, что, например, один ребенок предрасположен к тому, чтобы слышать, другой к тому, чтобы видеть и решать? Да. Прямо вот сразу четко определяете, да? Да, это легко, потому что кто-то решает быстрее визуально, а кто-то решает быстрее на слух. Все определяется по скорости решения примеров. А если, например, слуховая способность немножечко притормаживает ее, можно растормошить? Развить. Развить, да. Ну что ж, а мы сейчас попросим вынести нашу доску. Мы уже с Даной приготовили примеры, очень сложные, да? И мы-то знаем на них ответы, а вот наши ребята пока нет. И сейчас они будут решать прямо в студии, да, в режиме прямого эфира. Готовы? Ну что, кто первый пойдет, Амир или Ренат? Давай, Ренатик, выходи. Просим. Ренат, у тебя два первых примера, которые наверху. Ясно. Правильно! Ра-а-а, молодец! Второй пример. Второй пример посложнее, я думаю. Мы-то знаем ответ, да, Дан? Хотя, если бы я решала, у меня были бы вот такие, наверное, километровые столбики. У меня бы твой. Да. Первый, второй, трейд. Правильно! Молодец! Ренат! Это невероятно! Амир сейчас может выйти, решать пример и параллельно рассказывать стихотворение. Вот это способности! Да, тут ментальная арифметика. Амир, пожалуйста. Да, ну а тебе тоже нужно так попробовать. Стихи-то ты читаешь шикарно. Я знаю! Надо еще параллельно решать. Ну это сложно, я тебе скажу. Слушай, слушай. Мука моря, дуб зеленый, золотая цепь над дубитом. И днем и ночью кот тученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песни заводит, налево сказки говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на неведанных дорожках следы неведанных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол, видений полный. Там о заре прихлынут волны. Правильно! Стихотворение слишком длинное, да? Все правильно, Дана. Ну, браво, браво, молодец. Амир, это, конечно, чудеса науки. Вот вы нам продемонстрировали сейчас. Мы под впечатлением. Мальчики, какие вы молодцы. Кстати, ментальную арифметику можно освоить в любом возрасте, да? Ну, вы знаете, детский мозг, он более пластичный, скажем так. Так, поэтому рекомендуемый возраст, ну, наверное, максимум до 15. Это такой рекомендуемый, опять же, возраст. Ну, вот, например, если брать наших педагогов, они же к нам приходят уже позже, 14-15 лет, они тоже обучаются, естественно. Просто взрослые никогда не научатся считать с такой же скоростью, как дети. Дети. Вот, это дается гораздо легче. Спасибо вам за очень интересную информацию, за ценные советы, за таких замечательных детей. Ребят, вам, конечно, успехов. Спасибо. Всего хорошего. А вам я хотела подарить вот такие небольшие брелоки. Вот это да. Это маленькие. Спасибо. Спасибо, очень красивые. Мы попробуем на них учиться. Здорово. Приходи к нам в школу, мы тебя будем ждать. Научим тебя тоже считать. Хорошее образование предполагает ежедневное посещение школы, но современная действительность вносит свои коррективы. Несмотря на сложную программу и предстоящие экзамены, ученики снова перешли на дистант. Режим дня изменился не только у детей, но и у родителей. А вот как, мы узнаем прямо сейчас. На часах почти 9 утра, а на улице ни одного школьника с рюкзаком. Это верный признак карантина во времени. Уроки идут по расписанию, но ученики остаются дома. Казалось бы, очень удобно, но так ли это на самом деле? Сегодня мы решили отправиться в гости к семье, где аж три ребенка занимаются в формате онлайн. Посмотрим, как у них обстоят дела с дистанционкой. Раньше утро в семье Ханаевых начиналось со сборов в школу. Но уже третью неделю дети сидят дома. Вместо звонка на урок – ссылка на задание или конференцию в Zoom. А школьную форму заменяет домашний теплый костюм. Наше утро начинается так. Наши дети просыпаются к 9 часам утра. Уже они должны быть у компьютеров. Мы с отцом уходим на работу. Дети самостоятельно выходят в связь с учителем. К сожалению, не всегда полноценно это получается. То сбой в программе, то не всегда слышим звук. К сожалению, выходить в формат онлайн получается не всегда. Школьников в доме три, а ноутбук один. Поэтому дети полтора часа посвящают конференциям в Zoom, а дальше самостоятельное обучение. Телефонную чаще общаются детки первого класса, потому что все-таки там попроще материал. Светлана через ноутбук, она ученица третьего класса. По словам мамы, заниматься так очень сложно, и дистанционка точно проигрывает традиционному формату. Чтобы обучение принесло пользу и было комфортным, у каждого школьника должен быть свой ноутбук и свое рабочее место. Обеспечить это не каждому под силу. Сейчас здесь проходят занятия по математике, а в соседней комнате идет занятие по русскому языку. Заниматься дома, с одной стороны, очень удобно, а с другой стороны, даже списать у соседа по партии нельзя. Оказывается, школьникам такой режим тоже не по душе. Они скорее хотят вернуться в школу и заниматься офлайн. Дистанционное обучение в минусах, потому что нет живого общения с учителем. Может кто-то не понять тему, может кто-то не понимать примеры какие-нибудь. А в школе Диана Константиновна, наша учительница, может все объяснить. Сидеть дома хорошо, но до поры до времени. После трех недель дистанционных занятий даже не самые старательные ученики скорее хотят вернуться в школу и даже готовы стать круглыми отличниками. Мадина Тимирканова, Алена Чепкова, Денис Лайдик, телекомпания «Осетия Арестон». По математике у меня твердая пятерка. Надеюсь, буду отличницей и в старших классах. Мне кажется, самый сложный предмет и наука – химия. Формула, молекулярное строение веществ. В этом непросто разобраться. Ну, мне кажется, легко дается то, что нравится. И заинтересовать ребенка химией, я думаю, можно в любом возрасте. Например, расскажите, чем она может быть полезна. Посмотрите вместе опыты. А можно вообще устроить домашнюю лабораторию, но только под присмотром взрослых. Отличная идея! Устроим опыты прямо в студии. А комментировать химические реакции будет профессионал, кандидат химических наук, старший научно-сотрудник научно-исследовательского центра тонкого органического синтеза Петр Акис Николаевич Челликиди. Здравствуйте! Здравствуйте! Сначала хотелось бы с вами поговорить. Что такое химия? Вот я сказала, что для меня это очень сложный предмет. Потому что, да, вот эти формулы, их же надо учить, писать на доске, скорее всего. Химия – это очень увлекательная и интересная наука. Она окружает нас везде. Буквально всё, что мы трогаем, всё, до чего мы касаемся, всё вокруг – это либо химические вещества, либо какие-то… И происходят химические явления постоянно вокруг нас. Поэтому, с одной стороны, кажется, что это всё очень сложно, а с другой стороны, это естественно, да, и вокруг нас. А в чём польза знаний химии? Наверное, она помогает в каких-нибудь профессиях. И в каких? Конечно, химия – очень полезная наука. Более того, она разрослась настолько, что она дала ещё под науки. Есть такие различные смежные, как биохимия. Это связь химии и биологии. Очень важную роль химия играет в медицине, так как разработка лекарственных препаратов, веществ – это всё задачи химии. Различные материалы, такие как пластики, шины и прочие предметы. Искусственные, да, материалы? Да, это всё искусственные материалы, которые тоже созданы благодаря этой науке. Сложно ли вам было освоить химию в школе? Конечно, в школе всё благодаря учителю. И мне повезло, я встретил своего наставника первого в школе. Мне кажется, в химии, так же, как и в искусстве, должен быть какой-то талант к освоению этой науки. То есть не каждый пытливый ум способен понять вот эту науку или нет? Конечно, талант, он, наверное, важен в любой профессии, так же и в науке. Вам, наверное, просто это очень легко даётся, да? Это интересно, и поэтому становится, опять же, повторяемся, да, становится просто. Конечно, есть свои сложности, есть то, над чем нужно работать долгое время, и, конечно, появляется результат от этого. Скажите, а вот, например, для того, чтобы быть успешным в той профессии, в той сфере, где необходима эта наука, химия, какие качества необходимо в себе развивать? Вообще, какой человек способен заниматься химией? Освоить, да, химией? Я думаю, для именно схемии какие-то особенные качества не нужны. Нужны такие же, как и в любой профессии. Это целеустремлённость, это скрупулёзность, дисциплина, ну и, конечно, знание своего предмета, то есть усидчивость, изучение непосредственного материала. И, конечно, тогда будет успех, будет это всё интересно, приятно. Ну, наверное, получается тогда, что дети, которые больше склонны к импровизации, они, наверное, в эту сферу не уйдут, потому что в химии всё-таки нужно учить, зубрить, да, и без этого не обойтись. В химии нужно быть умным. Ну, не всегда так. Бывают случаи, когда что-то приходит само. То есть, конечно, необходимо знать базовые понятия, нужен фундамент. Но иногда получается так, что неожиданный результат бывает очень такой грандиозный и интересный. А что самое интересное в вашей работе? Вот как по мне, вообще, да, если быть химиком, то самое интересное – делать опыты. Конечно, опыты – это интересно, когда что-то происходит на твоих глазах. Например, какая-то реакция происходит с изменением окраски, или, опять же, как все мальчики любят какие-то взрывы и так далее. Но когда ты создаёшь что-то новое, то, чего либо ещё не найдено в природе, или то, что ты смог создать сам, какое-то вещество, какой-то материал, который, опять же, должен или будет полезен для людей. Вот это самое интересное. Вот вы же старший научный сотрудник научно-исследовательского центра, правильно? А чем вы там занимаетесь? И что вы создаёте? Мы занимаемся фундаментальными исследованиями. То есть это то, на что будут опираться студенты, будут писаться научные статьи, будут ещё раз подтверждаться или усовершенствоваться уже известные законы или известные реакции. Также мы разрабатываем новые реакции, которые позволяют узнать о каком-то классе соединений новые свойства. Соответственно, когда мы узнаем новые свойства, мы можем их применить в той или иной области. Интересно. Но вы пришли к нам не с пустыми руками. На нашем столе вот такие колбочки интересные, пробирки. Что мы сейчас можем увидеть? Будем делать. Да, что-то будем наблюдать. Мы можем сейчас показать интересный такой демонстрационный опыт, который можно назвать светофор. У нас есть глюкоза, у нас есть щёлочь и индикатор. Извините, я вот вас перебью. Скажите, а вот такой опыт можно проводить детям в домашних условиях? Это не опасно? Ну, вообще нежелательно. То есть под присмотром взрослых, да? Конечно. Один из вот та же самая щёлочь, это для рук опасно. Поэтому, ребят, пожалуйста, запомните, это очень важно только под присмотром взрослых. Дома можем повторить этот опыт. Значит, мы сейчас приготовим водный раствор щёлочи. Так. Сейчас будет волшебство. Большое волшебство. Чудо! В щёлочь добавили воду, да? Да. А имеет значение количество воды, сколько добавлять или нет? В данном случае нет. Нас сейчас интересует просто, чтобы это был раствор щёлочной. Мне нужен помощник. Я. Просто подержите. Далее мы туда добавим глюкозу. Вам не страшно? Нет. Так. В щёлочной раствор добавляем глюкозу. И какая реакция должна произойти? Тоже пока ничего. Да. Просто все эти вещества смешиваются. Пока мы смешиваем просто вещества. Наверное, пока мы не добавим индификатор, ничего не будет. Да. И затем... Ещё раз подержи. Я помощник. Ассистент, да? Да. И затем мы добавляем индикатор, который называется метиленовый синий. То есть сейчас произойдёт просто окрашивание. Ага. Какой красивый цвет, да? Красивый голубой цвет, который со временем... Весь этот раствор должен обесцветиться. Почему? Как это происходит? Что на это влияет? Глюкоза? Глюкоза, значит, окисляется до кислоты глюкозом, глюконовой, при помощи того же самого индикатора. То есть индикатор выполняет две функции. Он и окрашивает, и он является ещё и окислителем. В окисленной форме он является вот таким синим. Когда он восстанавливается, он превращается в прозрачный опять раствор. Он теряет свою краску. Сейчас он вот краску потеряет. Мы его встряхнём, и произойдёт чудо. Вот вы представляете, какое-то правда чудо. Это же волшебство. Мы тут сидим, разговариваем, а вот в этой колбочке что-то сейчас происходит. То есть идёт какая-то бурная реакция и борьба нескольких веществ, да, друг с другом. Дана, ну химия – это правда интересная наука. Очень. Скажите, а насколько она сложная в дальнейшем? Потом-то, конечно, вот такими опытами это всё не ограничивается. Конечно, всё происходит от простого к сложному. Это такие демонстрационные школьные, можно сказать, опыты. Далее всё это усложняется, и всё становится интереснее. Чем сложнее, тем интереснее. И вот на наших глазах леднее. Она делает это. А вам в школе не доводилось работать? Нет, я ещё в школе не работал. Ну а со студентами вы работаете? Да, конечно, у нас в лаборатории бывают студенты, аспиранты, магистры. Мы выполняем различные научные работы, их квалификационные работы. Поэтому у студентов проявляется интерес. Тем более сейчас у нас на факультете химии и биологии имеется различное оборудование новое. Поэтому мы ждём всех абитуриентов для поступления. Здорово. Я думаю, что ребята, которые планируют идти в эту сферу, сейчас взяли на карандаш вот эту информацию. Ну вот он практически стал прозрачный. И теперь, если мы его встряхнём, то он опять станет... Он опять! А почему? За счёт чего он снова посинел? И он опять сейчас будет прозрачен? Снова происходит реакция? Да. То есть первоначально метиленовый синий, он восстановился, он обесцветился. А кислород, который находился внутри колбы, окислил опять метиленовый синий, он превратился в синий. И дальше будет происходить... Сейчас снова опять будет обесцветиваться. Да. Это будет происходить циклично, до тех пор, пока вся глюкоза не окислится, или до тех пор, пока кислород не закончится. Очень интересный опыт. Но, ребята, запомните, что этот опыт можно делать только со взрослыми. Скажите, а все ли ваши студенты приходят на занятия с горящими глазами? Конечно, студентам это очень интересно. Многие любят эти предметы, многим это интересно. Я бы сказал, большинству. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в гости, за интересную беседу и, конечно, за такой вот волшебный опыт, который произошел прямо на наших глазах. Да, у меня вообще такое ощущение, как будто у нас в колбе живая вода. Ну, а мы передаем слово героям рубрики «Вопрос на засыпку». Привет! Меня зовут Марк. Мне 11 лет. Уважаемый эксперт, ответьте на такой вопрос. Зачем зебре полоски? На этот вопрос ученые до сих пор не нашли ответ. Тигру, например, полоски помогают маскироваться в тропе, но яркий цвет зебры, наоборот, делает ее более заметной. Есть другая идея. Возможно, полоски помогают зебрам охлаждаться. Черная полоска сильно нагревается на солнце. Воздух под ней тоже нагревается и улетает наверх. Тогда вот у черной полоски занимает ее место. Получается, что по коже зебры постоянно дуют маленькие ветерки. А в жаркой Африке это очень кстати. Время не стоит на месте. Российские ученые продолжают развивать самые перспективные направления в науке. В разных регионах страны созданы обучающие площадки для юных специалистов. В технопарке «Гванториум», например, обучение ведется по 14 направлениям с футуристичными названиями, которые вызывают еще больший интерес ребенка к обучению. Про систему обучения и перспективы учеников расскажет педагог дополнительного образования, наставник направления хай-тек технопарка «Гванториум» Артур Березов и ученица технопарка «Гванториум» Ангелина Юдина. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот первое, что интересует, что же отличает работу вашего направления от всех остальных квантумов. Вот хай-тек чем занимается? Хай-тек занимается обучением ребят, работая над современным оборудованием обработки дерева и пластика. Это могут быть такие станки с программным управлением, как 3D-принтеры, фрезерные станки. То есть вы сооружаете разные какие-то приспособления для жизни, которые могут облегчить жизнь, да? Да, ребята... С помощью подручных материалов, да? Вот я смотрю. Да, разных материалов. В основном у нас обрабатывают пластики дерева. Вот. А вот для начала хотелось бы еще узнать, как вы переживаете период пандемии? Вот каким образом сейчас делитесь информацией со своими учениками? Вы учитесь или нет? Или у вас дистант? У нас вот как раз в январе модуль закончился. Мы сейчас ведем набор уже на следующий модуль. Но пока модуль не закончился, мы занятия проводили дистанционно. В основном средствами Дискорда и вот каких-то других приложений для ведения дистанционных занятий. Интересно. А занятия у вас как проходят, если говорить про обычный режим? Как в школе или в каком-то другом формате? Наверное, в другом формате. У нас в основном практические занятия, теория сведена к минимуму. Ребята учатся именно работать. И занятие построено на проблемно-ориентированной. То есть перед ними ставятся какие-то задачи, они уже сами решают, какие нужны навыки и так далее, чтобы это решить. И попутно приобретают эти навыки. То есть все методом проб и ошибок, да? Экспериментальным способом? Да, больше так, да. Интересно. У нас в теории было урока три, наверное. Все остальное мы именно практикой занимались, делали. Мне кажется, это самый эффективный метод обучения, да? Когда человек пробует сам и на собственных ошибках он приходит к истине. Да, и в наше доп. образование записываются те, кому интересно. Поэтому они иногда сами углубляются в теорию. Когда они вот сталкиваются с какой-то задачей и понимают, что вот у них вот в каком-то направлении знаний не хватает, они вот сами начинают искать и в интернете, и спрашивают. Вот когда они сами спрашивают, вот они тогда лучше запоминают, потому что это им нужно было, и они это понимают, что им это нужно. Конечно. Когда вот именно говоришь-говоришь, при этом они сами не знают, зачем это надо, то это тут же забывается. Вот, например, у меня так. Ну, я думаю, что вы не один такой. Ангелина, а как ты попала в Кванториум? И почему ты выбрала именно хай-тек? В Кванториум я попадала по записи. И вообще в первый раз я попала в промдизайн. Но больше потом приглянулась к хай-теку, потому что хай-тек для меня это более ручной труд, вот так, я люблю работать более ручной трудом. Как это интересно для девушки, да? Да, мне прям на душу лежит вот эти вот что-то сделать самой. Мы сидим, у нас там есть станки для шлифовки, я вечно что-то шлифую, там затачиваем что-то вот к интересу. Вот это всё для начала было прошлифовано, потом при начале, потому что фанера бывает немного шуршавая. И потом приставлено. А сколько лет ты уже учишься в Кванториум? Через второй год. А что ты за эти два года уже успела создать? И над чем ты сейчас трудишься? К примеру, сейчас мы закончили вот разводные мосты, до этого я делала на заказ флюгер. На заказ? Да, у нас другие квантумы иногда просят заказы сделать, и я делала флюгер для аэроквантума, они собираются сделать какую-то электростанцию для измерения погоды, по-моему. Интересно. Если не ошибаюсь. У нас очень часто берут разные квантумы. Ангелина, а как ты думаешь, как тебе помогут эти знания в будущем? Ну, наверное, смотря кем ты хочешь стать. Да, скорее кем я хочу стать, ну, возможно, в будущем, если мне понадобится что-то там прикрепить, что-то сделать более ручным, то он тот же ремонт сам по себе. Он, скорее всего, и поможет. Скажите, а как выстраиваются общения у вас с родителями? Ну, у меня в основном старшеклассники, и они уже самостоятельные. Уже нет необходимости, да, с родителями общаться? Да, поэтому я с многими родителями вообще даже не знаком. Лише девицы иногда приводят своих детей в квантор, иногда спрашивают, как успех, и так далее. Они вот иногда в коридоре ждут, пока занятие закончится, и тогда обратно. Вот, ну, это единицы. В основном, ну, они самостоятельные, и с родителями контактировать не нужно бывает особо. Какие проекты в настоящее время реализует ваш квантум? У нас есть несколько проектов. Ну, в основном, один из таких интересных, на мой взгляд, проектов, это то, что мы совместно с биоквантумом собираемся произвести одно исследование. В биоквантуме один из их квантарианцев изучил теорию о том, какой цвет растениям важнее для их роста и развития. Вот, и теперь вот этот квантарианец хочет поставить исследование. И мы ему помогаем в изготовлении теплицы, установке туда подсветки, чтобы можно было цвет этой подсветки менять, и тем самым... Теплица каких размеров будет, какого масштаба? Ну, небольшая, небольшая теплица где-то вот такого размера. Наверное, вообще это очень занимательно, вот такие совместные проекты готовить, да? Да, это и ребят стимулирует, потому что они чувствуют друг перед другом ответственность, что если я свою часть не сделаю, остальные тоже на этом застрянут и так далее. И это, на самом деле, подталкивает развитие проекта вперед, когда в команде несколько человек. Конечно. Да и легче так. Я вот сижу, не могу взгляда отвести от вашего интересного, от вот этой конструкции. Там и детали из лего, я смотрю, и пульверизатор внутри. Что это такое? И как этим можно пользоваться? На самом деле это из другого направления. Сейчас вот в момент пандемии ребята тоже ушли в эту тематику. Здесь есть справа датчик температуры, сейчас я его включу. Это термометр? Да. Правда? Я же пошутить хотела. Нет, это правда. Вот, и он измеряет температуру, затем если руку поднести сюда... Конечно, очень актуально в наше время, да. Да. Поднести руку сюда, то он еще по антисептикам побрызгает руки. Не можем не обратить внимание вот на эти разводные мосты. Как разводить-то их будем? Разводятся они с помощью у нас. Тут есть система, так скажем. Мы программу для них писали, и через компьютер. У нас он тут работает от датчика. Я стараюсь сейчас не задеть датчик, пока включаю. Да, я подношу руку, и он считывает информацию, то, что я поднесла, и работает это на расстоянии. Я что-то попробую. Да, конечно, он работает на расстоянии сантиметров 10-15. А, то есть если поднести руку, то они раскрываются, а потом опять закрываются, да? Да, у них есть некоторый цикл расстояния между открытием и закрытием. К примеру, мы его ставили сначала 15 секунд, поняли, что это слишком долго, и поставили 10 секунд. Ангелина, а что вас вдохновило на создание вот такой вот конструкции? Этот проект пришел очень спонтанно. Насколько можно было? А, как это можно спонтанно прийти? Вот такая сложная система. Мы сидели с моими сокурсниками и так далее, и просто с ним я говорю, почему бы не сделать разводные мосты? И так и началось все. А как вы делаете вот эти механизмы? Могут также открыть, показать. Там стоит моторчик. Обычно в больших разводных мостах, которые питерские или другие, у них стоят два двигателя, которые за счет шестеренок крутят их. Вот. Но у нас такого нет, и мы решили сделать более облегченный вариант. И более, скорее, запарный. Получилось так, что у нас там стоит один моторчик, и две нитки вот так расположены к его открытию. Очень интересно, конечно. Получается, что в кванториуме можно заниматься не только науками, но и воплощать любую идею, которая только приходит в голову, да? То есть это творчество чистой воды. Да. Вот это стоит моторчик, он прокручивается вот здесь. И вот за счет него сами ворота открываются. Ой, вот вы сейчас весь механизм раскрыли, все секреты создания своих разводных мостов. Нет, это далеко не все. Теперь все, ждите плагиатов. Скажите, пожалуйста, напоследок вот такой серьезный вопрос вам хочу задать. Для чего нашей республике, нашему городу, Владикавказу, нужен кванториум? Для образования самих детей, которым это интересно. Если им интересно разбираться с чем-то, пусть приходят, мы только рады обычно бываем им. А так? Тепло встречаете новичков. Да. Я попробую встретить. Я с вами много раз уже встречала новичков. Правда? Да, и каждый раз с ними знакомишься, просто это всегда бывает очень интересно. Но быстро вливаются ребята или нет? Я стараюсь, чтобы быстро вливались. Какая вы молодец, Магелина. Артура, вы что скажете? Зачем кванториум в городе Владикавказ? У нас в республике, на самом деле, очень много талантливых ребят, очень много с любознательностью и так далее. Поэтому это неплохая площадка для их развития, для их образования. Только технической направленности кванториум. Поэтому люди с техническим уклоном могут прийти и позаниматься вот в наших направлениях, что им интереснее будет. Мне кажется, это в них разовьет и творческая мысль, и умение работать в команде, ну и много других каких-то положительных качеств, которые сейчас необходимы в современном мире. И которые обязательно помогут им в будущем. Правда? Спасибо вам большое за интересную беседу, за вот эти невероятные конструкции, которые вы нам принесли, прям вдохновили. Спасибо. Спасибо вам. А мы снова слушаем ответ на вопрос от телезрителя. Привет, меня зовут Амелия, мне 7 лет. А бывает огонь холодным или нет? Мне интересно. Конечно, бывает. Давайте сначала подумаем, почему огонь горячий. Пламя, которое мы видим при горении, это множество микроскопических частиц, которые мечутся в воздухе и постепенно улетают. Чем быстрее они бегают и толкаются, тем горячее. Но иногда пламя бывает холодным, если оно состоит из больших частиц, которые летают медленно. Тогда оно в 10 раз холоднее обычного и не обжигает руку. Такой огонь можно сделать из специальных ущетов. Холодный огонь обычно используют в фейерверках и при создании разных спецэффектов. Огонь, он, конечно, холодный, но уж ищу руку может. Поэтому рецепт мы вам не скажем опасным. Сегодня востребованные специалисты. Это люди-универсалы, владеющие не только английским, испанским и китайским, но и языком компьютерных программ. О роли программирования в науке расскажет руководитель Центра обучения IT-профклаб Ирина Каунова и преподаватель Центра обучения IT-профклаб Виктория Купеева. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, что из себя представляет ваш клуб. Добрый день еще раз. Хочу начать с того, что наш клуб – это клуб для школьников. Клуб для школьников к нам приходят также, кроме школьников, также еще взрослые люди. Мы начинаем с школьников с 8 лет. Это бывают детки с 8-10 лет и дальше уже старше, старше и старше. Со второго класса начинается. Буквально, да, со второго класса. Для них мы предлагаем курс «Юный программист». От 8 лет, то есть буквально с 8 лет к нам детки приходят, и мы их знакомим с основами IT-специальности в общем. Там ребенок узнает, что такое вообще IT-технологии, то есть основы программирования узнают, основы 3D-моделирования. Они рассматривают тоже программирование в Java, но об этом Виктория нам сейчас расскажет побольше. Как вводный курс. Вводный, да. И ребенок уже выбирает, что ему более интересно, потому что сама IT-сфера, она достаточно обширна, и тут можно очень много чего выбирать. Скажите, а вводный курс в какой период занимает, период времени? Это один год или там как-то по-другому? Нет, это идет меньше, это идет полгода. У нас, в принципе, вот он проходит наш вводный курс и выбирает, что ему интересно. И каждый из следующих курсов, ну, например, выбрал 3D-моделирование, либо веб-разработку что-то, они идут полгода. Некоторые у нас даже проходят, начинают вводный вот этот курс, юный программист, дальше 3D-моделирование, веб-разработка, программирование на Java, и проходят полностью. Java, системное администрирование, робототехника. То есть получается, что они охватывают в итоге абсолютно все сферы обучения. Ну, основные, да. На мой взгляд, самые интересные. Вы обучаете работе Java. А почему именно Java? Java сейчас является одним из наиболее популярных языков программирования. Язык Java, он применяется, в принципе, везде. Он применяется как в каких-то программной индустрии, да, то есть какие-то приложения, это какие-то программы, но также и в тех же кофемолках, кофеварках, везде, где есть автоматика. Очень часто можно встретить микросхемы, чипы, написанные. Скажите, вот, Ирин, к вам вопрос, наверное, скорее. Как появилась вот такая идея создать подобный центр для детей? Ну, скажу честно, началось все с того, что у нас центр обучения также для взрослых. Для взрослых мы обучаем программам 1С. У нас клуб программистов для школьников образовался именно от официальной фирмы 1С. Они направили, подали идею, прислали все материалы, что, как, и мы решили, что нам это тоже очень интересно, и мы бы также хотели работать с детками. То есть спонтанно родилась такая идея, да? Да, нам предложили проводить, и мы с радостью согласились, потому что, на мой взгляд, сейчас программирование абсолютно везде. И в науке в том числе, да? То есть сейчас и в медицине программирование, технологии различные. То есть мы даже, наверное, не можем себе представить развитие медицины, да? То же самое, если возьмем медицину, без развития технологий информационных. Это все так сплетено очень тесно. И мне кажется, что будущее просто невозможно без каких-то информационных технологий. И если сейчас мы не позаботимся о том, что дети будут изучать, узнавать что-то новое в раннем возрасте, открывать для себя программирование там, какие-то администрирования, 3D-моделирование, то дальше будет чуть сложнее. Лучше сейчас узнать. А вот этот детский клуб, он насколько востребован? Много деток к вам приходит? Нам хотелось бы... Достаточно. Да, но нам все равно хотелось бы, чтобы приходило, конечно, побольше. Да, чем больше, тем лучше. Мы стараемся как-то охватить ну, разный, да, возраст. У нас дети и со второго класса, с 9 лет, с 8 даже, да? Да, с 8 лет. С 8 лет. И, в принципе, у нас даже и взрослые... Ходят на детские курсы, да. То есть на любой запрос, любой возрастной диапазон охватывает. Мы вроде бы как презентуем себя именно как для детей, клуб для школьников, но к нам приходят взрослые тоже. И очень много приходит взрослых. Ну, потому что программа, ну, на некоторых курсах, может, даже и не детская. Она изложена достаточно понятно. Понятно будет ребенку любому. Мы, конечно, также стараемся объяснить так, чтобы было ясно, досконально, даже, вот можно сказать, второкласснику. Но при этом, при этом мы решаем там серьезные задачи. То есть мы пишем какие-то сложные игры на той же Джаве. В 3D-моделировании у нас на 3D-принтере, в принципе, распечатываются модели. Да, они будут распечатывать полностью. Вот даже сам свой робот будет создавать от нуля и до конца. То есть от распечатывания каких-то деталек до полноценного этого робота. То есть они там научатся и создавать проекты, да, изначально. Потом эти проекты распечатывают на этом 3D-принтере, познакомятся. Познакомятся с основами сканирования объектов. Ну, на мой взгляд, достаточно интересная программа. А если взять системное администрирование, то там дети просто учатся собирать, разбирать компьютеры, разбивать локальные сети. То есть это курс, который, в принципе, да, дает профессию. Не просто он дает какие-то там навыки базовые, а уже профессию. И, в принципе, в нашем центре мы стараемся обучить детей таким образом, чтобы они могли свои навыки применять на практике. Не просто, чтобы знали, а чтобы и умели, и знали, где применить. Ну, и расскажите нам о том, какие перспективы, конечно, обучение в вашем клубе открывает перед выпускниками. Ну, перед теми, кто прошел обучение у вас. Где себя ребята могут найти потом? Ну, если ребенок прошел обучение у нас, это как некая стартовая ступень. Стартовая ступень для поступления уже в какое-то высшее учебное заведение по техническим направлениям, да, по IT-направлениям. То есть ребенок, который уже знаком с программированием, который уже знаком с основами, да, в принципе, программирования, системного администрирования, ему будет гораздо легче поступать куда-то в учебное заведение, нежели тому, который вот в последний момент решил все быстро-быстро-быстро выучить и поступить так. Да даже если ребенок решит после, что нет, я передумал, я вдруг хочу связать свою жизнь не с IT-технологией, а с чем-то другим. Но сейчас это все так тесно переплетено, что какую профессию ни возьми, она соприкасается с IT-технологиями. И в любом случае уже взрослому человеку любой отрасли будет гораздо приятнее, он будет себя гораздо увереннее чувствовать в каких-то вопросах, связанных с этим. А эти вопросы в любом случае будут. Ну, потому что у нас такой век. Для нас важно, чтобы ребенок получил какие-то навыки, такие, которые он сможет использовать уже в будущем, как, да, для поступления в ВУЗ, но так и в какой-то работе. В принципе, IT-сфера действительно настолько обширна, что ребенок, даже поступая в ВУЗ, он, в принципе, может уже кем-то подрабатывать, каким-то стажером где-то. Спасибо вам большое за интересную информацию, за интересную беседу. Я думаю, что сейчас большое количество наших телезрителей, да, юных, захотели тут же изучать компьютерные программы, потому что это на самом деле очень интересно. Он вас ждет. Добро пожаловать. И мне кажется, даже если в дальнейшем человек не связывает в своей жизни профессию с компьютером, да, и с компьютерными технологиями, это в любом случае развивает. Да, однозначно. Расширяет кругозор и расширяет, в принципе, мышление. Да? Спасибо большое за интересную беседу. Вам спасибо большое, что позвали. Ну, а мы продолжаем отвечать на вопросы в рубрике «Вопрос на засыпку». Привет! Меня зовут Алекс, мне 11 лет. Я вам задам такой сложный вопрос. Можно ли вырастить растения на Марсе? Чтобы летать в космос, нужно уметь выращивать себе еду. Поэтому некоторые растения уже слетали в космос. Да-да, в космических кораблях цветут цветы, растет лук, и его даже можно есть. Кроме того, ученые создают Луну и Марс прямо на Земле. Они пытаются сажать растения в грунт, похожий на Луны и марсианские. А оказалось, что на Луне почти ничего не вырастает. А вот на Марсе можно смело разбивать огород. Наша программа завершается. Хороших выходных! Это был классный час. До встречи в новом эфире. Пока! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова